Приветствую вас! Если отвечать на ваш вопрос прямо и конкретно, то, пожалуй, реагировать на злость мужчины и его мат вообще не нужно никак. Совсем. То есть, вы либо принимаете тот факт, что мужчина вот так себя ведет, и понимаете, что человек, которому у вас есть симпатия, обладает такими вот негативными чертами, но при этом эти же черты иногда являются чем-то хорошим для вас. Да? То есть, это может быть искренность, это может быть мужественность, это может быть высокий уровень сопереживания, это может быть просто искренность, да? Вот. В конце концов, это могут быть какие-то действительно серьезные проблемы у мужчины, ну, вообще в жизни, например. И, возможно, ему требуется от вас как раз понимание в этой ситуации, возможно, ему требуется от вас как раз помощь и поддержка. Так. Вот. А, ну, имеется в виду, да, если вы готовы, если вы готовы дать ему это, если вы готовы, ну, предоставить ему, вот, то, что, то в чем. Он нуждается, да? Вот. Соответственно, необходимо выработать, именно, вот, выработать ваше отношение к тому, что происходит. Иначе я боюсь, что по-другому вам, ну, точно не получится выстроить с ним какие-либо адекватные отношения. Потому что, вы, вы так и будете, по сути дела, да, постоянно грызть, 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 постоянно грызть, вы будете из-за того, что мужчина, мужчина на вас сторон. То есть, что нужно сделать сначала, да? Сначала нужно вам выработать свое отношение к тому, что вы делаете. То есть, вы здесь либо человека принимаете таким, какой он вот есть, да? Либо вы его не принимаете. Либо вы в силах его принять, понять и так далее, либо нет. По факту и по сути дел других вариантов просто нет. То есть, даже если у мужчины есть сейчас какие-то сложности, даже если у мужчины есть сейчас какие-то переживания, нет, даже если, даже если человек сейчас, ну, просто переживает какие-то не лучшие свои времена, да, даже в этом случае все равно вам нужно либо принять его, либо вы его не принимаете. То есть, вот, по факту, да, вам нужно обратить на это внимание, в первую очередь, свое внимание нужно на это обратить. Принимаете вы его или нет? Если не можете принять, то так и нужно сказать, что меня задевают, оскорбляют, унижают то, что ты, допустим, так вот себя ведешь. То есть, вы, по факту, да, по факту, позволяете человеку нарушать свою личную границу, да, позволяете вести себя, ну, позволяете ему вести себя с вами, так как, собственно, ну, нельзя вести себя, вот. И, по большому счету, по большому счету, это важно. Это единственное, что важно. Но, на самом деле, это единственное, что важно. Другой момент, другой момент, если вы делаете это, ну, с какой-то целью определенной, то есть, например, если вы выбираете себе целенаправленно, да, такого вот мужчину, который на вас только, ну, так кричит, да, и, собственно, так себя ведет. Может быть, в глубине души вам это нравится, и вы чувствуете, что только в этом случае он относится к вам как-то серьезно, значимо и так далее, вот. Конечно, это не факт, да, тут, опять же, нужно разбираться, нужно смотреть, насколько это правда, насколько это правда. Вот. Но, тем не менее, сперва вам нужно выработать свое отношение к тому, что происходит. Конкретно. К тому, что происходит. Именно свое отношение. Воспринимаете вы, не воспринимаете вы. То, что, собственно говоря, делает человек. Потому что все вот эти вот разговоры о том, что мне нужно наладить отношения с ним, да, то, что, как наладить. Все это не имеет никакого смысла абсолютно, если вы не готовы человека принимать. Любые отношения строятся на принятие. Вот. На принятие другого. А дальше идем на ответ. Обратите внимание на то, что вы, как, на то, как вы чувствуете себя, если мужчина на вас орет. Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете. То есть, если вы чувствуете себя скорее негативно, чем позитивно, да, то есть вам неприятно, вам больно, вам тревожно или что-то еще. Вот. Нужно разобрать, почему. Так. Ведь, по сути дела, по сути дела, Мужчина кричит не на вас. И я надеюсь, что вы это понимаете. Что не на вас, мужчина, кричит, что не с вами связано то, что, кто, как он реагирует на те или иные ситуации. И если вам некомфортно, то вполне возможно, что, неважно, какие чувства, это вызывает абсолютно неважно. Любое чувство, вот, каким бы оно ни было, любое чувство. А, значит, как бы вы себя не чувствовали, как бы вы себя не чувствовали, это нуждается в рассмотрении, потому что это ваши эмоции, ваша реакция. Это именно то, что вы чувствуете. И, на мой взгляд, игнорировать это, ну, никак нельзя. Вот. За этим, собственно говоря, всегда, практически, состоит свой, эээ, собственный, личный опыт, который может быть у вас. Причем опыт негативный. Так, эээ, значит, у него что-то случилось на работе, и сразу нет настроения. Ведь в чем он уходит в себя? И что? Я его спрашиваю, что случилось? Зачем? Зачем спрашивать? Что, что случилось? Эээ, мужчина уходит в себя. Да, это, безусловно, ну, неприятно, это, безусловно, не очень здорово и не очень хорошо. Вот, то, что он уходит, эээ, на счет, эээ, в себя. Ну, вот. Но, эээ, давайте будем честны. Если человек это делает, я имею ввиду, уходит в себя, значит, это для него единственный способ, а именно, именно способ, единственный способ для человека. Эээ, пережить негатив. Пережить, ну, скажем, скажем так, эээ, трудность. Вы же, вы же, как будто бы, эээ, ему этого не позволяете делать, вы как будто бы, не позволяете ему переживать. То есть, я понимаю, что вы хотите человеку, эээ, помочь, я понимаю, что вы хотите, ээээ, чтобы, ну, чтобы все было хорошо, я понимаю это. Но, вы обратите внимание на то, эээ, для кого вы делаете. Что-то, вы это делаете для, ээээ, себя, или вы это делаете для него. То есть, если вы это делаете для себя, то, нужно, нужно определить, эээ, для чего вы это, для чего вы это делаете, что вы хотите получить, если вы делаете это для себя. Если вы это делаете, все-таки, для него, то, здесь, эээ, важно, эээ, понять, эээ, что именно вы делаете для него. Понимаете? О. Потому что, пока очень похоже на то, что вы это делаете, скорее, для себя. Опять же, эээ, еще раз, эээ, хочу сказать, что, в принципе, в этом может быть, эээ, и нет ничего плохого, откровенно. Но, для того, чтобы вам, эээ, не завершать такие ошибки, да, чтобы, вот, не было конфликтов. Вам нужно четко отдавать себе отсчет, эээ, в том, для чего и с какой целью вы делаете здесь и сейчас то, что делаете. Без этого, к сожалению, никак. Дальше. Идем, идем. Эээ, так, он как-то грубо отвечает, я ему говорю, что могу вообще не звонить, и он начинает орать матом. Ну, вы понимаете, да? То есть, эээ, вы... Спрашиваете, что случилось? Эээ, мужчина отвечает вам грубо, то есть, у него, как бы, ну, ему плохо, у него негатив, эээ, у него проблемы, вот. Вот. Вы относитесь к этому не с пониманием, вы относитесь к этому так, эээ, как будто вы ждали совсем другого к себе отношения. Вот. И тем самым вы, эээ, становитесь, эээ, вот, тем самым, эээ, преследователем, эээ, из треугольника Карпмана, о котором вам, эээ, собственно говоря, дал понять мой коллега. Вот. Мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Иии, по большому счёту, по большому счёту, эээ, всё зависит от того, дальше, эээ, поймёте ли вы, вот, этот момент для себя, или нет. Поймёте ли вы, что, это, эээ, замкнутый круг, то, то, что вы делаете. Я имею в виду, ээээ, ваше общение. То есть, вы, ээээ, постарайтесь, прежде чем спрашивать что-то, да, прежде чем, эээ, проявлять какие-то, ну, действия, прежде чем проявлять какую-то активность в мужчине, вы сперва постарайтесь именно себе ответить на вопрос, зачем. Я это делаю зачем. Я это делаю для чего, чтобы что. Ну, понимаете. Вот. Мне кажется, что это, в общем и целом, ключевой момент. Если вы будете чётко понимать, эээ, с какой целью вы делаете то или иное, да, то, мне кажется, что в этом случае вы не будете, эээ, подвержены, вот. Такому разочарованию, как это с вами происходит сейчас, на данный момент. Дальше, ну, то есть, понятно, да, здесь шантаж, это вот то, что вам рассказал коллега. А, по-моему, позвонил и извинился. Отлично. Давайте подумаем. Давайте подумаем. Эээ, мужчине плохо. Вы его вытаскиваете из этого состояния, да, то есть, вы его тормошите, грубо говоря. Он не справляется с собой, взрывается, вы получаете возможность сказать, что если ты хочешь, да, я вообще не буду тебе звонить. Ну, например, например, здесь у меня есть ощущение, в таком случае, что вы, как бы, эээ, не уверены в себе. Ну, то есть, может быть такое, может быть такое, что вы не уверены в себе. Что вы не уверены в том, что, например, эээ, нужны мужчине этому, что вы боитесь его потерять. А, исходя из этого, можно сделать соответствующий вывод о том, что вы, и вполне может быть, эээ, боитесь одиночества, эээ, вы боитесь остаться одна, вы боитесь, что вы, там, грубо говоря, эээ, не встретите никого больше. Больше, что вы, эээ, будете, эээ, нелюбимый, эээ, вот, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, у вас, как будто бы, есть личная заинтересованность слишком в этом. Вы можете сказать, конечно, что, эээ, ну, личная заинтересованность, это нормально. Это так. Это так. Но личная заинтересованность не должна, эээ, делать вас зависимой. А вы, получается, от эээ, человека, да, в большей степени зависимы, получается. А вот. И вот это, как раз таки, уже, и является недопустимым. Собственно. Именно это. А не, эээ, то, что, вот, ну, вы, вы не должны быть заинтересованы. То есть, если у вас есть заинтересованность, это хорошо, но заинтересованность ваша, она, судя по всему, не имеет границ. Эээ, именно своих чётких границ. А почему она не имеет, не имеет своих чётких границ? Это уже, эээ, вопрос к вам. То есть, то есть, есть какие-то обстоятельства, эээ, с вашей, с вашей стороны, которые вас, ээээ, значит, стимулируют, как бы, на, эээ, то, чтобы, эээ, ну, эти границы, да, не, ээээ, ну, не соблюдать, скажем так. Или не иметь возможности их, ээээ, ну, соблюдать. Дальше идём. Ээээ, так, значит, потом я позвоню и извинился, как вы это восприняли? Да, то есть, эээ, поговорили ли вы, услышали ли вы его? Дальше. Эээ, ещё одна, эээ, ситуация приревновала его к девочке. Ну, эээ, знаете, вот, ээээ, вы, с одной стороны, да, ээээ, не описываете, эээ, последствия того, что он изменился. То есть, по идее, после изменений вы должны были как-то поговорить, вы должны были к чему-то, эээ, по идее, прийти. А, эээ, ничего такого, судя по всему, эээ, не, не было ничего такого. То есть, вы, ээээ, судя по всему, ни к чему не пришли и ничего не решили. Понимаете? А это означает, в свою очередь, эээ, что проблема ни в коем случае не решена ваша. То есть, она как была, она так и осталась. И следующая ситуация, это, по сути, та же самая проблема, что была. Ээээ, значит, это именно та же самая проблема. Понимаете? Та же самая. То же самое, у вас есть неуверенность в себе, вы приревновали мужчин, то есть, вы сомневаетесь в том, что человек, эээ, ну, грубо говоря, хочет быть с вами, вы сомневаетесь в том, что человек интересуется вами, вы, грубо говоря, сомневаетесь в том, насколько вы своему, эээ, значит, мужчине дорого, вот. И поэтому вы его ревнуете, а в итоге, эээ, в итоге, в итоге, в итоге, что-то происходит, эээ, что-то такое, эээ, негативное. Вот. Да? Эээ, и, соответственно, там тоже начинает, ну, ну, происходит что-то плохое. Да? То есть, вот, вы пишите, что она к нему липла, как бомилист. Ну и что? Ну, липла. Как бомилист. Это значит, что мужчина ваш, эээ, востребован, это значит, что мужчина ваш, эээ, нужен, это значит, что мужчина ваш пользуется популярностью, успехом у женщин. Вот. Разве это плохо? И, ну, именно, именно, вот, для вас, если так подумать. Я думаю, что нет. Вот. Но, если вы, эээ, не уверены в себе, то это проблема. Не уверены, не уверены в себе. Это проблема ваша. И вопрос в том, насколько вы, эээ, понимаете эту проблему. Насколько вы отдаёте себе отсчёт в том, что за ней стоит. За ревностью. Ревностью. Знаете? То есть, здесь акцент больше нужно делать на себе. Не на нём, а на себе. И думать нужно больше о себе, а не о нём. Не о мужчине. В итоге он прекратил с необщением несколько месяцев назад, и она недавно стала в соцсетях выкладывать его старые фото, и я спросила об этом. Смотрите, какая история. Смотрите, он прекратил с ней общение. Он с ней не взаимодействует. Больше никак. Да? Но вы у него спрашиваете, почему человек, с которым он не общается, что-то там делает. Да. Связанное с ним. Да. Но они больше не общаются. Вот, эээ, подумайте. Что мог вам мужчина сказать? Что он, например, эээ, что-то знает об этом. Что, безусловно, вызвало бы у вас негативную реакцию на это, и что, безусловно, заставило бы вас, эээ, ну, вероятно, устроить скандал. Ну, я так, эээ, думаю, потому что, ну, вряд ли вы бы по-другому как-то отреагировали бы на это. Вот. Важно другое. Есть ли человек, с которым он не общается. Кстати, вот, эээ, тоже, эээ, такой важный момент, откуда вы знаете, что он, эээ, с ней больше не общается, и не вы ли, эээ, стали причиной, эээ, того, что он с ней перестал общаться. Так вот, эээ, с какой целью вы спрашиваете мужчину о том, что делает, эээ, ну, как бы, другая женщина, с которой он с ней не общается? Разве, эээ, это логично спрашивать его о том, что делает другой человек, с которым он не общается? Это означает, опять же, что вы ему не доверяете, а недоверие означает проблему личных границ. Это уже проблема ваших личных, личных границ, границ, а не его личных границ, да, мужчина, эээ, ваши личные границы нарушают, это так. Это правда, да, но, но, даже если мужчина это делает, то есть даже если он, эээ, нарушает ваши личные границы, границы, то, эээ, только потому, что у вас есть некая, некая, эээ, может быть, эээ, склонность к этому, к тому, чтобы самостоятельно это делать, самостоятельно нарушать свою, свою личную границу. Он приехал ко мне и сказал, что сам не знает, зачем она это делает, и ему на неё, эээ, попик. Я всё поняла. Ну вот здесь, опять же, не совсем понятно, он приехал к вам, эээ, после того, как вы ему это написали, то есть он приехал к вам, эээ, чтобы что? Эээ, чтобы объяснить, эээ, поведение, эээ, собственно, эээ, этой девушки, или как? Зачем он приехал к вам? Не очень понятно, если честно, эээ, здесь, или он просто к вам приехал, потому что, ну, у вас была договорённость, скажем так, вот. То есть мне этот момент, ну, как-то вот показался странным, если он приехал только из-за, из-за того, что вы спросили у него об этом, это, конечно, эээ, ну, момент, это, конечно, важный, важный момент. Вот, это означает, что человек, скорее всего, там, либо боится, эээ, потерять вас, либо, эээ, знает, что вы можете, ээээ, как-то вот, неадекватно воспринять, ээээ, то, что он, ну, то, что он сделал, и так далее. Ну, это, опять же, деталь, да? Дальше, эээ, значит, эээ, все, тема была исчерпана, но он сам начал её поднимать, и опять заводиться, мы, мы поругались. Знаете, эээ, вот, это тоже такой ключевой момент, эээ, почему мужчина начал заводиться, это вопрос, ээээ, такой, скорее, отдельный, да? То есть, ну, ну, эээ, я не знаю, эээ, почему человек, ээээ, начал, ээээ, заводиться, да, я не могу, ээээ, сейчас вам, как бы это объяснить, но, то, что вы, ээээ, значит, ээээ, поругались с ним, является в том числе и вашей ответственностью. Вот, что я, ээээ, пытаюсь до вас, ээээ, донести. То, что вы поругались с ним, является в том числе и вашей ответственностью, потому что для конфликта нужны двое. Вот, а вы пытаетесь, ээээ, я понял, на него, ээээ, перенести ответственность за то, что у вас возникают, ээээ, ссоры. Это, эээээ, не, не, не самая, ээээ, взрослая позиция, ээээ, во взрослых отношениях. Ну, если вы считаете, ээээ, свои отношения, ээээ, взрослыми, да. Если вы их, эээээээ, ну, позиционируете, ээээ, таким образом. Дальше идём. Следующий момент. Значит, ещё он больно меня ущипнул, когда уходил. Зачем он так сделал? Это, скорее, проецирование агрессии, да, проецирование непринятия самого себя, то есть мужчина в глубине души где-то понимает, что он на ровном месте заводится, но как бы сделать с этим он ничего не может, ну или не хочет, либо у него не хватает на это сил, вот, и ему ничего не остаётся, кроме как, значит, а реагировать это надо. Я не думаю, что это что-то такое, знаете, прям, ну, прям сознательно, это, скорее, всё-таки именно бес сознательного. Вот. На следующий день я ему сказал, что мне просто неприятно была эта ситуация, что он спокойно ответил, что понял меня, если не злится, просто на него всё навалилось и болит голова. Ну, здесь вполне может быть проблема и по здоровью у мужчин, если так подумать-подумать, вот. Но то, что вам эта ситуация была неприятна, вот, ещё раз повторяю, что вам нужно в первую очередь ответственность нести за себя и за свои чувства, а у вас пока что получается так, что мужчина несёт ответственность за это, что является не совсем, опять же, правильным. Вот. Дальше. Я спросила, мне ему не звонить больше. Зачем? Что простимулировало вас задавать вопрос такой человеку? У него болит голова, на него всё навалилось. Как у вас возникла мысль задать такой вопрос? Я не обвиняю вас на самом деле. Я не обвиняю вас. Я бы хотел, чтобы вы постарались понять себя в этом контексте. Я бы хотел, чтобы вы постарались понять, что именно с вами происходит. Понимаете? Он о том начал говорить матами, что вы его достали и так далее. Причём он даже не орал, а прислал голосовое сообщение и прощипел сквозь зубы эти слова. Ну, вообще-то говоря, опять же, понимаете, как бы, ну, в данном случае конкретно, человеку, как я понял, тяжело. И в данном случае, как я понял, он находится в состоянии напряжения. В состоянии постоянного напряжения, скажем так. И это состояние постоянного напряжения подразумевает, что ему не нужны раздражающие факторы. А вы эти развращающие факторы создаёте. И я так подозреваю, что создаёте вы их, потому что вам от него, от мужчины, не хватает внимания, вам не хватает от него того, что вы хотите получить. Я ему позвонил и спросил, за что он опять матами говорит. Ну, так вот вы говорите о себе, а не говорите о нём. Он сказал, чтоб я его не злила, а говорил, когда с вызовом. Ну, а как вы считаете, вы его злите? Вот, ты хочешь расстаться? Я ему сказал, что нет, на что ответил, ну и всё, тогда я тебе ничего не говорил всё. Но говорилось это неспокойным тором, а не в обычных странах. Ну, это, ещё раз повторю, это связано с тем, что вы его достаёте. Я сейчас написал это и понимаю, что выглядит так, как будто я ему, значит, голубая мозг. Возможно, но не беспричинно. А какие причины? Я общался с ним на позитиве нормально. Поддерживала, просто общала с того человека в последнее время какая-то злость и агрессия. Так это его проблема, что у него злость и агрессия. Или вы принимаете это на свой счёт? А если вы принимаете это на свой счёт, вы готовы взять на себя ответственность за то, что вы это на свой счёт приняли? То есть вы готовы увидеть, что это я воспринял на свой счёт то, что мужчина стал агрессировать? Ну вот. Вы готовы, как бы, признать, что это вы увидели в его поведении, да, некий такой, ну, скажем так, некий такой, может быть, негатив, угрозу для себя и так далее? Вот. А может быть, вы, собственно, просто делали всё это, ну, я имею в виду, вот, вы, может быть, общались с ним, там, поддерживали его и так далее, для того, чтобы человек как-то ответил вам чем-то. То есть вы, может быть, хотели для себя что-то и именно поэтому вы теперь болезненно реагируете на то, что у него агрессия по отношению к вам, например. Дальше. Я, так, я бы хотел избавиться от этих конфликтов, чтобы у нас всё было хорошо, как наладить отношения. Ну, если у мужчины появилась агрессия и злость, то всё, что можете сделать вы, это со своей стороны убрать все раздражающие факторы по отношению к нему, так, чтобы вы могли с уверенностью сказать, что, ну, что вы сделали всё от вас. Зависящие, чтобы человеку не было плохо. Именно с вами. Вот. И просто-напросто позволить мужчине чувствовать то, что он чувствует. То есть не нужно его спасать, не нужно его как-то вытаскивать из того состояния, в котором он оказался. Вот. Этим вы скорее-скорее дискредитируете его и лишаете его понастоятельного чувства внея себя. Что является, в общем, довольно негативным для человека. Вот. Так что, всё, что вы можете сделать, это именно со своей стороны, именно со своей стороны, эммм, изменить своё поведение так, чтобы оно не влияло негативно на вашего, вашего мужчину. Вот. Дальше. Стоит ли мне ему завтра звонить и писать? Ну, понимаете, вот это очень такой странный, на мой взгляд, вопрос, конечно. А если мы вам, например, скажем, что не стоит, вы действительно серьёзно не будете ему звонить и писать, или что? Если мы вам скажем, что не надо звонить и писать, вы правда не будете этого делать? А если мы вам скажем, что звонить и писать, а вы, ну, например, не хотите этого делать, то вы правда будете это делать через силу? Вы сами-то как хотите? Сами вы, наверное, хотите ему написать. Но тогда, если вы хотите сами ему написать, напишите ему так, чтобы это не было чем-то негативным. То есть, грубо говоря, напишите что-то лёгкое, напишите что-то такое, что должно быть человеку позитив, а не негатив. И всё. И это на самом деле единственное, что вы реально можете сделать для того, чтобы человеку было как-то вот хорошо, комфортно с вами и так далее. Если вы готовы просто написать человеку, просто чем-то поделиться, может быть предложить встретиться, то напишите, конечно. А если вы хотите написать с целью что-то получить для себя, то нет, тогда лучше на самом деле не писать, потому что это опять выльется в ссоры какие-то, в претензии и так далее. То есть, постарайтесь подумать, насколько ваши желания, любые желания замешаны в том, что вы их делаете по отношению к этому мужчине. Вот. И свои желания собственные я бы рекомендовал вам, ну, немножечко отграничить. Немножечко отграничить от, значит, того, что вы делаете для человека. То есть, свои желания всё-таки нужно удовлетворяться самостоятельно, а не вот так, как вы это делаете, да, не таким образом, что вы чего-то ожидаете от него и так далее. Это, на самом деле, деструктивная модель поведения, которая, по сути дела, на мой взгляд, очень хорошо раскрыта в треугольнике Карп Карпмана, о котором говорил мой коллега. Дальше. Или оставить на пару дней одного, чтобы он остыл. Ну, вы знаете, какая история? Опять же, вот, если вы не готовы человека принимать, да, ну, просто не готовы человека принимать таким, как им, какой он есть, да? Вот. Если вы не готовы, если вам нужно, чтобы он остыл, можно ли говорить о том, что вы его любите в таком случае? Можно ли в таком случае утверждать, что вы принимаете его любым? Вот. Можно ли говорить в таком случае, что вы, значит, ну, как бы, родите для него, там, я не знаю, самого лучшего и так далее, и так далее, и так далее. Можно ли, можно ли в этом случае так сказать? На мой взгляд, нельзя. И, соответственно, если вы готовы его оставить, чтобы он остыл, то это означает, что вы не готовы быть с ним всегда. И мужчина, соответственно, тоже понимает, что в трудную минуту, когда ему плохо, когда ему не по себе, вы, на самом деле, будете держаться на расстоянии. Вот. Это не хорошо и не плохо. То есть, это лишено какой-либо, на самом деле, эмоциональной и оценочной окраски. На мой взгляд, должно быть лишено, потому что это ваше право. Ну, опять же, какие последствия вы видите в этом? Вот, отдаете ли вы себе отсчет в том, каковы будут последствия от того, что вы, ну, например, от него отдалитесь? Вот. Понимаете ли вы, что это будут за последствия? Готовы ли вы их, эти последствия, соответственно, ну, принять? Если не готовы, если не готовы, то лучше, на самом деле, всё-таки быть с ним. Если готовы, можете сказать, что да, я понимаю, что это значит, я не горю желанием терпеть такое поведение мужчины, да, и ходить жить на бомбе часового механизма. Вот. Тогда всё здорово. Тогда это ваш выбор замечательный, вы его, этот выбор сделали, и вы, соответственно, несёте за него полную ответственность. Вот. Я думаю, что так. Вы, то, что вы делаете сейчас, вы на нас пытаетесь переложить ответственность. Это, опять же, неправильно. Ну, то есть, в отношениях вы будете вести себя неестественно. Так, значит, делать ли мне первый шаг или достаться, пока он сам выйдет на связь? Вы знаете, первый шаг обычно делают после ссоры. У вас ссоры вроде как не было, да, то есть, ну, вы вроде всё решили. Если вы считаете, что это была ссора, и если вы считаете, что вы, ну, что вы обиженный, например, вот вы чувствуете себя обиженный, допустим, вот, то первый шаг делать не нужно. Если вы чувствуете, что в общем и целом всё хорошо, и что просто у вас такие, ну, размышления на эту тему, да, то есть, стоит, не стоит, то в таком случае лучше ему написать, потому что эти игры с людьми, они ну, как правило, ни до чего хорошего не доводят, вот, к сожалению. То есть, если вам мужчина дорог, то его лучше всё-таки принимать, его лучше всё-таки любить, его лучше всё-таки уважать. И если ваше сообщение подразумевает то, что вы можете написать первое, да, то есть, ну, никаких проблем, собственно, с этим нет, то напишите. Сделайте первый шаг. Но не считайте, что вы делаете первый шаг, понимаете, сама по себе, сама по себе фраза сделать первый шаг уже кроет ловушку. Потому что если вы делаете первый шаг, значит, вы чего-то ждёте от него. Вы ждёте от него чего-то не нужно. Если вот вы чего-то ждёте, то делать ничего не нужно тогда, если вы чего-то ждёте. Абсолютно. Абсолютно. Снова будут ожидания, снова будут разочарования и снова будет, значит, соответственно, негатив, негатив, который вы будете на своего мужчину соответственно направлять, вот. И негатив ваш, он будет закономерен в этом случае. Потому что вы что-то сделали для него, ожидая взамен, значит, чего-то, а он вам, он вам ничего не сделал. Вот. И, соответственно, у вас будет откат. И вот только всё в том, чтобы отката не допустить. Вот. Ну, в принципе, я думаю, на этом всё. Вроде бы весь ваш текст я разобрал. Надеюсь, что это было полезно вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. На последок мне бы хотелось заметить, что ваше поведение, оно как будто бы, знаете, призвано защищать. Я вот не знаю только кого защищать и от чего защищать. Ну, наверное, вас, наверное, вас защищать. Но вопрос в том, от чего или от кого. От отношений может быть. От близости может быть. Понимаете? То есть, ваше поведение, оно не нацелено на отношения, не настроено на отношения. Оно больше такое, знаете, защитное. Если у вас есть какие-то собственные страхи, то с ними нужно работать. Я вам желаю всего доброго. Если у вас остались вопросы, вы можете написать мне в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Благодаря. Продолжение следует...